Ты мое колдунство донес. Всем привет, в эфире CG News от Смирнов Скул и за окном весна. И начнем мы по традиции с новостей Смирнов Скул, а весна у нас началась достаточно бодренько. Во-первых, если вы уже вписались в ежегодный флешмоб March of Robots, вы можете вырубить несколькие призы от Смирнов Скул. Подробности вы найдете в нашем инстаграме, но приоткрою завесы тайны, что сейчас у нас проходит там челлендж Марш роботов. Каждый день вам будет выдаваться какая-то профессия для робота, нужно будет его нарисовать. Тут важно сказать, что робот не обязательно должен быть антропоморфным. Вспомним пример какого-нибудь классного Валя. Правила игры просты. Каждый день рисуете робота по заданной теме. Тему вы найдете в нашем инстаграме, выкладываете свою работу, ставите хэштеги раз, два, три. И дальше просто проходите челлендж без пропусков. Как всегда не шалите, никакой расчлененки, обнаженки, вот этого всего, но вы у меня умнички, я знаю, что вы классные. И в конце вы сможете выиграть классные призы, в частности, можно выиграть планшет от наших друзей компании Хайон и артбук по мирам Саймона Сталенхага. А жюри у нас, как всегда, ветераны индустрии. Ваня Смирнов, Виктор Сурков, Алена Медовникова и Саша Труфанов. В общем, надеемся, что вашего запала хватит на целый месяц и ждем ваших крутых работ на нашем инстаграме. Ну а если вы играете в команде не персонажки, а Энвиры, то для вас тоже есть новости. Совместно с нашими друзьями из 3D-сообщества Сиджалиас мы замутили лонг-баттл на создание локации. И по секрету скажу, что если вы классно справитесь с заданием баттла, то вы получаете 100% скидку на курс создания локации в Unreal Engine с Сергеем Панином. В общем, подробности по ссылке в описании, и там мы тоже ждем от вас крутых работ. Весна традиционно отличное время, чтобы заболеть. Надеемся, вы следите за своим здоровьем, потому что по миру гуляет коронавирус. И, скорее всего, он вас уже задолбал, но я про него вспомнил не просто так. Несколько выпусков назад мы рассказывали вам про конференцию GDC. Собственно, это конференция разработчиков игр для разработчиков игр. Она должна была пройти буквально на следующей неделе, 16 по 23 число, но организаторы выставки приняли решение перенести ее на лето из-за эпидемии коронавируса. Напомним, что ранее от участия в выставке отказались несколько крупных компаний, таких как Google, Amazon, Sony, Activision Blizzard, CD Projekt RED и Epic Games, а также множество более мелких разработчиков. Организаторы пообещали вернуть всем купившим билеты деньги за них, а также возместить убытки, связанные с бронированием отелей на время проживания на конференции. Те же, кто готовил свои лекции, МОС смогут прочитать их под запись, и администрация GDC гарантирует, что разместят их в интернете в абсолютно бесплатном и свободном доступе. На прошлой неделе Photoshop отпраздновал свое 30-летие, и естественно, что под шумок Adobe выпустили обновление Photoshop и версию 21.1. В нем нет каких-то принципиально новых изменений, однако некоторые функции значительно обновились. В частности, изменения коснулись ленсблюра и заливки с учетом содержимого. Размытие линзы теперь просчитывается графическим процессором, что, по словам Adobe, дает более реалистичный эффект боке, и также более насыщенные блики. Главное же изменение заливки с учетом содержимого заключается в том, что можно использовать алгоритм несколько раз подряд для разных объектов на изображении, не выходя из окна алгоритма. Кроме того, теперь можно выбрать опцию «Учитывать все слои», которая в некоторых случаях значительно упростит редактирование. Подробнее узнать об обновлении версии 21.1 вы можете на официальном сайте Adobe по ссылке в описании. Ну и последняя на сегодня новость для тех, кто категорически расстроен выходом Warcraft Reforged и хранит в своем сердечке теплые воспоминания о Warcraft III. Если с момента выхода третьего Warcraft, который вызывает у вас такие теплые ностальгические чувства, вы уже выросли и приобрели себе машину Яндекс.Навигатор, теперь вы также можете обновить это приложение, закачав туда голоса Элидана и Архимага. Яндекс планирует какое-то официальное объявление этого, но в целом это обновление доступно уже 26 февраля, туда входят все приятные и любимые вашим сердечком фразы. А кроме того, вместо курсора-навигатора можно поставить значок тележки с мясом, в который нежить перевозят трупы. Элидана и Архимага озвучили Владислав Коб и Михаил Шульц. Собственно, это те самые озвучки, которые породили огромное количество мемов, с которыми Blizzard сотрудничает уже испокон веков. И на этом у нас с вами на сегодня все. Не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok